Я начну как бы вот с последнего вопроса, да, вот насколько важно, как это работает машина-то. Вот на сегодняшний день у нас 32 дождевальные установки, из них у нас осталось две Кубани еще тех времен 91-го года. Да, ну машины когда-то были очень надежные, но, кстати, они и в этом году работают, и вот все, все пока, особих претензий нет. Вот, сколько у нас, четыре зимата у нас, зиматика поливальная машина, ну а все остальное у нас вот в аллее, мы отдаем предпочтение вот этим машинам сегодня, потому что они очень просты в обслуге, ну тоже очень надежные. Единственное, конечно, недостаток, ну это, наверное, не машины недостаток, а то, что вот приходится кабеля снимать и вешать. Сезон прошел, надо снять кабель, потом сезон подошел, надо опять вернуть его обратно, вот это вот, чтобы его не сперли. Ну, это наши издержки, как говорится. Вот, влажность мы почву поддерживаем на уровне 80% полной полевой влагоемкости. Поливаем, ну, все зависит от погоды, ну максимум через двое суток, максимум. Нормы, ну, нормы, ну, опять же, различные бывают, ну мы больше 140 кубов мы не поливаем, потому что, ну, мы делаем почаще поливы. Ну, так вот уже у нас заведено, как бы, такая практика есть. Ну, видите, что, как бы, вот, сам картофель сейчас находится в идеальном состоянии и по влажности, и по болезням, и по сорнякам. Так что, у него, наверное, у картофеля к нам претензий нет. Он должен дать нормальный, хороший урожай. Ясно. Захват площади, вот, сквозь, ну, они же, они, машины-то разные, ну, здесь вот 480 метровые. О, прилично. Вот она проходит, она же от шланга работает. Ну, то есть, вода подается через насос и шлангом запитывается. Надо будет перебрасывать через определенное время. Ну, это конкретно эта машина. Ну, да, это, ну, это же фронтальная модификация, да, есть также в хозяйстве круговые машины, для которых не нужно два человека обслуживания. То есть, она двигается по кругу и достаточно одного оператора на несколько машин. Ага. А скажите, вот, какие удобнее для вас? Вот такие или круговые? Не, ну, вы понимаете, вот, все зависит от конфигурации поля. Если у нас вот поле вот такой, будем говорить, прямоугольник, то сюда, естественно, ставится вот такая машина. Тут оно, ну, тут, а вот круговики ставятся, если там какие-то неудобия есть. Ну, и, ну, естественно, понимаете, если поле 80 гектар, а мы туда поставим машину 60, допустим, гектара, вот эти вот куски, ну, вы проезжали, видели, у нас какие-то куски остаются, и мы потом их чем-то засеваем. Ну, как бы вот, ну, они, будем говорить, что та, что та, ненадежная, нормальные машины, ну, вот, исходя из полей. Под каждое конкретное поле разрабатывается своя конфигурация машины, исходя из, как раз-таки, формы поля. И эта индивидуальная машина под это конкретное поле, она производится на заводе и приводится сюда. О, то есть на заводе заказывается, да? Ого, интересно. А за сколько времени нужно заказывать? Ну, от момента заказа до установки в поле, ну, в среднем где-то месяца три проходит. Ну, довольно оперативно, надо сказать. Ясно. То есть, вы сделали ставку вот на... Пока, пока, да, пока, да. Да, да. И тоже зимой ремонт, ну, тут, собственно говоря, ну, да, тут насосы, двигатели в них там очень простые такие там. Ну, мы еще их не ремонтировали ничего. И редуктора, они тоже тут надежные. Тут все, как бы, ремонтировать, в принципе, нечего. Первая машина, с 2009 года мы являемся официальным, мы компания Эста, являемся официальным дилером фирмы Валей. Вот, и, к слову сказать, одна из первых машин, как раз-таки, была поставлена в это хозяйство. Вот. Да. И с тех пор, ну, порядка 20 машин, 25 машин уже здесь работают. И здорово.